Давай сначала споем песенку, хорошо? Играй и пойте. Вот иду я вверх, вот иду я вниз. Хорошо, а еще разочек и пропой, еще разочек, давай. Вот иду я вверх, вот иду я вниз. Так, какой пальчик тогда пропустила? Какой пальчик пропустила? А теперь попробуем эту песенку со смычком, да? Попробуем со смычком. Погладим скрипочку, чтобы она у нас попела. Так, ставим ножки хорошо поставим, приготовилась. Ну давай, Катюша. Катя, какая нотка у нас была фальшивая? Какая нотка фальшивая? Не успела я зайти в эту комнату у них там, игровая. И подбегает ко мне худенькая девочка. И она буквально вот, как кинется ко мне, как будто родная пришла ее и говорит, это, вы за мной пришли, я сейчас оденусь быстренько. Прям так обняла меня, прижалась ко мне. Я вообще не могу прям. У меня аж прям в сердце зашлось. Ну, собственно, с интерната начинался наш женсовет два с половиной года тому назад. Когда он образовался, то мы прекрасно понимали, что нужно сделать какое-то дело большое, хорошее, пусть даже маленькое. И решили брать ребятишек на выходные. Приехали сюда. И вот чувствую, что дети волнуются. И мы волнуемся. Я даже не знаю. Вот сначала я думала так, вот взять вообще такого ребенка, у которого вообще нет родителей. Жалко таких детей. У кого есть родители. А потом подумала, ведь у них вот приживых родителей, они сироты. Ну, а я решила первый день посмотреть. Я сразу шла тут с таким намерением, что я просто посмотрю на ребят. Поэтому, когда пришла, все там, всех-всех разобрали. Потому что кто-то как-то, кто смотрел, сразу начали, кто по внешности, кто-то. А Света, оказалось, ее никто не взял. Ее никто не взял, поэтому я ее сразу, ей пообещала, что, Света, я тебя возьму. Но сегодня мне некогда. Я хотела девочку. Я всегда девочку хотела. А у меня два мальчика. Я вот как-то вошла, сразу Олю увидела. Вот увидела ее и думаю, вот я ее возьму. Мы пришли первый раз всей семьей. И выбрала, я посмотрела, мальчик сидит один в школьной форме. Почему-то думаю, наверное, совсем никого нет. Мне удобнее было бы. А один мальчик выглядывает из окна и говорит, а меня никогда никто не забирал. Это Дима Синичкин. Я говорю, ну что, Дима, хочешь ко мне поехать? Он, хочу. Дима мне сразу сует письмо. Прислала ему мама письмо. И пишет мама ему письмо, как ей трудно жить. Что она живет, как в войну. У ней талоны на сахар, у ней талоны на мыло. В магазинах ничего нет. Гостиницу она ему прислать не может. Ей очень трудно жить. Конфет в магазине нет. Стала жаловаться на жизнь, как в войну. Но когда он у меня заболел в ночь, и чужая тетя, не мама, а чужая тетя, над ним провела ночь, и весь день я не отходила от него. Я прям готова убить была ее. Я такая была на нее злая. Я ей написала, здравствуйте, Тоня. Мы шефы над классом, где учится ваш сын. Говорит, что вы жалуетесь на то, что вам так трудно живется. Ребенку 10 лет. Ему нужна мама. В войну не было столько детских домов, сколько сейчас у нас мирное время. Пока не поздно, одумайтесь. Пока не поздно. Вам еще 32 года. Можно устроиться на двух работах и забрать этих детей. Пока не поздно. Но я говорю, будет поздно. Вы придете, и они к вам не придут уже. Гляжу девчонка, что-то сидит, какими-то такими мыслей у ней совершенно. Ну, девочка что-то решает, какую-то проблему. Сразу было, можно ее было определить. Она и говорила, мне, вот у вас все есть, все есть. Взяли бы меня в дети. Свет, у тебя же есть мама. И вот она упала на диван, и как она плакала. Когда это случилось в первый раз, я даже немножко растерялась. Было несколько неожиданно. А потом я думала, что это у него неосознанно, потому что мои дети называют меня мамой. И он так же, как и они. А потом однажды я была в интернации, и он подбежал ко мне и стал меня называть Зо Михайловым. Мне даже стало как немножко не по себе. Вот. Ну, я поняла, что он понимает, где надо, как меня называть, потому что здесь рядом другие дети. И сейчас я уже привыкла к этому. И даже если кто-то из ребят его похожим голосом зовет маму, я обязательно ищу уже своего сережку. Может, что-то случилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, вот, когда мы забираем своих уже детей, мы к ним привыкаем, мы стараемся взять, кого мы берем. А смотришь, там еще ребятишки остаются, и просто душа разрывается. Вот эти глаза видеть, это просто вот невозможно. Понимаете, совсем удочерить, если бы вот совсем была вот, совсем лишенная девочка, нет у ней совсем родителей, да. Естественно, почему бы можно такую девочку удочерить, и все, можно, конечно. Но в то время, когда девочка знает свою маму... Вообще такие дети, я считаю, вообще несчастные. Когда совсем без родителей остаются, их хоть усыновляют. А эти вообще никому не нужны и выходят. И родителям не нужны, и в интернате. Да что хорошего, конечно, в интернате. Это же все равно казенщина. КОНЕЦ Суббота, воскресенье она у нас. И, значит, в понедельник мне на работу, и надо вечером ее отводить. Она просит, тетя Вера, я еще побуду, ну, давайте утром лучше меня отведете. Я боюсь уж, что ребенок привыкнет, Оля, Оля. Она привыкнет. Ей потом вот, ну, с мясом вырывать, что ли, как ее от себя, и ее от себя, и она от нас, это же вообще страшно. Связь там продлится, неизвестно на сколько, ну, год, два, там, три, а дальше. А я даже вот не боюсь, что он уже привыкнет, а даже хочет с этого, и думаю, вот прибежал бы, даже уже обрадовался, просто забежал бы. Не то, что когда дождался, чтобы мы пришли, его забрали в выходной. Все-таки они же чужие дети. Понимаете, своего можешь и отшлепать, своему можешь и построже сказать. Я не могу себя пересилить, как-то сказать ей так, как своему ребенку. Ну, понимаете, у них нет радости какой-то, вот какой-то радости нет. Если увидит издалека, то бежит, светится вся. Но вот когда я ее отвожу домой, то ребенок совершенно меняется. Вот как ежик становится колючий. Не улыбнется, не поговорит. В автобусе едем, ну, собранная вся. Ну, какая-то детская злость, что ли, у нее даже появляется. Даже, мне кажется, вот на моих детей, что я их мама, а не ее. Вот некоторые люди, когда узнали, вот когда первый раз, что я взяла, так удивились, говорят, зачем тебе, а тебе своих, что ли, мало? Трое детей своих. Ты что, ненормальная, что ли? Я просто даже растерялась от такого вопроса. Как это, зачем? Я не понимаю. Для чего же на свете жить вообще? Добро не делать, а тем более для детей. Что-то, хочу хоть что-то доброе сделать. Я вот думаю так, что мы разучились радоваться радостью ближнего. Мысль о том, чтобы, как у Альберта Лиханова, воплотить в жизнь благие намерения, она с нами была все время. Но нас останавливало то, что действительно благими намерениями иногда путь в ад выслан. Альберта Лиханова Альберта Лиханова Альберта Лиханова Субтитры создавал DimaTorzok